В день памяти преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Московскую областную епархию. В городе Красногорске предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин великого освящения храма святителя Николая Чудотворца в Павшинской пойме и божественную литургию в новоосвященном храме. Рассказывает Эльвира Гордеева. Никольский храм на берегу Москвы-реки в Павшинской пойме Красногорска этого исторического события ждал 7 лет. Именно столько времени потребовалось, чтобы воплотить в жизнь проект храма нового поколения, который по своему техническому оснащению и возможностям не имеет аналога в мире, но об этом немного позже. В этот знаменательный для Никольского прихода день совершить чин великого освящения нововозведенного Дома Божьего в Красногорск прибыл предстоятель Церкви Русской, святейший патриарх Кирилл. Сам человеколюбчий владыка, признанный грешный и недостойный рабы твоя, обновление празднующее Честного Храма, святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мерликийского, святаго апостола Андрея Первозванного, во образ святейшей твоей Церкви. Затем в сослужении архипасторей и пастырей Церкви Русской, духовенства Московской области и города Москвы, его святейшество возглавил праздничную божественную литургию. Новый Никольский храм Красногорска для жителей города стал особым духовным местом. Построенное здание может вместить около полутора тысяч прихожан, что немаловажно, поскольку в микрорайоне проживает почти 60 тысяч жителей. После закладки первого камня в январе 2013 года первое богослужение прошло уже через шесть лет, в апреле 2019. Строительство храмового комплекса шло с благословения патриаршего наместника Московской епархии, митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия и при личном активном участии губернатора Московской области Андрея Воробьева, который курировал строительные и отделочные работы, создавал проекты для внутреннего и внешнего благоустройства храма, приобретал необходимую церковную утварь. Церковь была задумана с множеством смелых для данного сегмента сооружений технических новинок. Например, была продумана специальная акустическая аудиосистема, которая позволяет усиливать в помещении звук, например, во время песнопений и проповедей. На колокольне установлена система электронного звона, чтобы звонарь мог управлять своим инструментом дистанционно. И, наконец, неоновая подсветка куполов – дизайнерское ноу-хау главного архитектора Андрея Аболенского. Этого уж точно нет ни в одном храме мира. Кроме того, для удобства прихожан в храме оборудованы полы с подогревом и лифт. За безопасностью на территории будут следить 50 камер видеонаблюдения, а на входе вскоре появятся рамки металлодетекторов. Свои двери для прихожан Никольская церковь на Павшинской пойме общей площадью около 4,5 тысяч квадратных метров открыла еще в прошлом году. В день освящения храма на сугубо Ектинии были вознесены молитвенные прошения об избавлении от распространения коронавирусной инфекции. По окончании литургии митрополит Крутицкий-Ювеналий приветствовал Святейшего Владыку. 15 ноября 2014 года здесь началось строительство. Провиденциально было ваше святейшество. Несколько раз в начале этого года мы просили осветить вас в храм. И переносились даты, но не терялось ни одного дня. Мы за это время старались расписать храм, еще что-то сделать, благоукрасить. А сегодня уже все сделано венцом всего нашего торжества. Для нас огромная радость, ваше святейшество, что вы сегодня возглавили это торжественное богослужение, историческое богослужение, осветили этот храм. Спасибо вам. В дар его святейшества Владыка-Ювеналий преподнес икону апостола Андрея Первозванного. Затем патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом и поблагодарил всех причастных к строительству храма. С особым чувством освящал этот храм. Часто, когда по кольцу едешь, видишь этот храм, видел его, когда он начинал созидаться, затем, когда входил в свою красоту и радовался сегодня, подъезжая к этому замечательному месту с полным пониманием того, что Господь мне недостойному благословил совершить великое освящение, которое венчает труд вас всех. Многих благодетелей, наших государственных деятелей, которые этому содействовали. Дай Бог, чтобы так и было, чтобы каждый приходящий в этот храм укреплялся в вере, обретал мир, душевное спокойствие и силу совершать добрые дела. В дар новосвященному храму предстоятель Русской Церкви передал икону Божией Матери неувидаемый цвет. Затем святейший патриарх Кирилл вручил церковные награды.